ничего страшно всем привет с вами рассказал томасем сегодня я вот хочу показать вам новый пылесос автомобильный порадовать свою машинку искал долго отзывы в общем вот купил black and decker такой пылесос заказал это не реклама так как все за свои деньги на wildberries где-то две с чем-то тысячи точно не помню сколько он стоит заказал я на wildberries и он обошелся две тысячи с половиной две с чем-то везде на других сайтах за четыре за пять тысяч переживал что вдруг что-то будет не так но пока все так проверил вроде все нормально но два раза пылесосил машину так сейчас покажу сам пылесос вот вот такой сумочки ну сумочка так не о чем багажник засунул багажника сумму вот машина вот шланг с насадкой тоже особо как бы это я уже пылесосе она жесткая щетка по сиденьям там чтобы пыль поднять вот это все чтобы я потом за пылесосом собрать пойдет но в целом такую если не запускать можно самим пылесосом вот у него кнопка есть нажимаете на кнопку извините пыль сыплется он грязный потому что провел 9 и фиксируется в любом положении вот так надо фиксируется щелевая насадка можно вот отодвинуть он уже сколько грязи работает неплохо неплохо мне понравился ну как кто сталкивался с с автомобильными пылесосами он знает что они не такие мощные но по сравнению допустим керхер у меня был на работе большой здоровенный метр высоты шланг у него вот такой и соответственно втягивающая сила у него не такая уж по отношению к так к такому диаметру в общем мне не понравилось вот этим не нас тут не намного хуже заказал на алишки для него сразу фильтры так еще не рассказал вот смотрите типа щелевая насадка выдвигается вот можно куда угодно залезть чтобы задвинуть и обратно вот сюда нажимаю сбоку вот извините еще раз повторяю грязный он один раз афильт промывал потом еще раз пылесоса после этого ничего не промывал вот там стоит фильтр он снимается нажимается вот здесь на кнопку вот сам двигатель а вот фильтрующий элемент вот я заказал пять штук через другой магазин озон вот эта штучка постоянно вылетает но это фильтрующий элемент он картон ничего страшного фу вот видите sorry 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 надо короче промыть его будет он эти сколько грязи это его вытряхнул то есть остается поэтому я его сейчас потом промою лучше промыть потому что такое хранение не так уж часто пылесосом надо пользоваться ну вот когда ездишь на природу куда-нибудь конечно надо вот это ни о чем как ведро вот видите она вообще не держит а так вот его несколько раз рекомендую что для прочистки вот таким прощелкать и потом уже доставать и он как бы с него вся пыль сойдет придется помнить в общем вот такой пылесосик black and decker рекомендую не оставлять видите паз паз и тут паз нажимаем и потом его складываем про шнур сказать шнур у него пятиметровый очень длинный под прикуриватель вот инструкции написано двигатель надо глушить иначе типа срок службы уменьшается но я так понимаю мощность возрастает я пылесосил не вы не выключая двигатель один раз а второй раз выключая мощность возрастает когда двигатель работает так же как и компрессор тоже всегда с двигателями но нагревается кто знает прикуриватели разбирали знаете какие там проводки маленькие принципе это ни о чем на колени и пользуясь случаем вот хочу показать вот я записываю все вот сейчас на sony микрофон микрофон у меня дорогой шур микрофон а в л и пришлось купить переходник потому что у него разъем под сотовый телефон то есть к любому сотовому телефона можно подключить и использовать сотовый телефон вместо диктофона в принципе без проблем а также есть у меня микрофон за 200 рублей в нем что-то брякало с алиэкспресс сейчас я его переключу и дальше запишу на него смотрите так отключу в общем ничего у меня не записалось вернее записалось диктофон не стал перестал соединяться с компьютером там юсби 2 у меня юсби 3 все записывает но с компьютера мне сопрягается как юсби устройство ничего не смог я сделать сейчас записываю через этот же микрофон на свой телефон посмотрите какой звук будет железка выходила сеточка вот эта металлическая вроде сейчас а звук писал я на осмо диджи экшн камеру и на sony в основном идет звук с камеры sony переключу в когда звук идет с камеры диджей осмо экшн и сравните раз уж я начал делать обзоры в один чтоб несколько роликов не пилить вот хочу разобрать вот эту камеру возможно вот sony у нее был удар об лед и стала немного стабилизация но я пока не критично не буду ничего делать если вдруг начнет болтаться там объектив линза стоят 15 тысяч вот я эту камеру купил за 17 был вот эту камеру диджей осмо экшн так что эта камера как бы на штативе она очень замечательного на звук неплохой и вот для этого я купил набор отверток а также еще заказал на голову как часовые мастера вечеринное стекло с подсветкой пока не пришло тут минусовые это немецкие отвертки я попробовал очень хорошо откручивается и крестовые вот у них крутится рукоятка халпа называется халпа всем отверток то есть ими очень удобно вот для всех мелких дел хоть телефон сотовый разбирать и еще недавно я купил а вот xiaomi redmi 11 128 гигов встроенной памяти он сразу идет с пленкой с чехлом про них уже обзоров много было ведь сканер отпечатка пальцев есть я пост поставил флешку и не поставил можно поставить флешку там до 500 гигабайт или терапайд даже сиди карту мне нравится в общем у него горилла глаз он такой же как и у самсунга у меня самсунг до этого был пока не продаю он у меня быть вместо навигатора у этого телефона еще зарядка до 33 ватта быстрая зарядка очень быстро заряжается мне вот этого телефона хватает на два дня заряжая раз два дня примерно ну вот это короткий обзор в общем это вот я купил через сайт объявлений тоже переживал как бы но это все отлично работает ничего я не буду хотел спира футляр покупать пленку покупать потом решил не будет покупать и так пойдет так что вот камера у него неплохие ну пойдет если в игрушки не играете то в принципе вот эта модель редми ноута 11 без с просто 11 с nfc вот шторка открывается вот они все есть не вот а с другой стороны если шторку сделать там напоминалки какие идут даже мы моей жены старый телефон xiaomi redmi вот мне нравится в отличие от самсунга он может ему можно ставить таймер пробуждение сам он включается если будильник поставишь на выключенном он включится раз будет а с самсунгом так потом вот двойное и он будет его двойное нажать некоторые говорят что в кармане может так случайно нажаться пока не знаю всем удачи всем спасибо всего доброго